В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проектно-сметная документация на благоустройство парка Зернова и финансирование реконструкции 10-й школы. В администрации прошло заседание городской думы. 100 лет на страже порядка. 5 октября уголовный розыск отмечает крупный юбилей. Осенний призыв 2018. Саровчане готовятся пополнить ряды вооруженных сил России. Далее расскажем обо всем подробно. В повестке думской сессии только один вопрос – корректировка бюджета. Заседание было проведено внепланово, так как изменения в главный финансовый документ нужно было внести срочно. Не терпели отлагательств два пункта – проектно-сметная документация на благоустройство парка Зернова и финансирование реконструкции 10-й школы. Открыть 10-ю школу к 1 сентября 2019 года обещал глава региона во время рабочего визита в Саров. По нормативам на реконструкцию отводится 9 месяцев. И чтобы успеть в срок, ремонтные работы нужно начать не позднее 1 декабря. До этого необходимо подготовить конкурсную документацию и провести сам конкурс. Это тоже требует определенного времени. В связи с крайне ограниченными сроками проведения закупочных процедур, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, решение о выделении средств за счет бюджета, конечно, не требует сегодня отлагательств. Внесены в корректировку бюджета и средства на составление проектно-сметной документации на благоустройство парка Зернова. Также в финансовый документ заложены деньги на реконструкции улицы Симашко, поддержку театра и в целом области культуры. В очередной раз рассмотрели депутаты и возможность увеличения финансирования для футбольного клуба Саров. В этой корректировке средства не предусмотрены, но до конца года деньги выделят. Вновь пообещали депутаты. В конечном итоге поправка была к этому проекту корректировки бюджета. Она была одобрена плановым бюджетным комитетом и согласована со стороны согласительной комиссии городской думы и со стороны согласительной комиссии администрации. То есть поддержать эту поправку и включить это финансирование в корректировку, ближайшую корректировку бюджета, которая по практике у нас происходит в декабре месяце. Обсудили депутаты и наболевший вопрос строительства ФОКа. Сейчас рассматривается вариант софинансирования объекта. 25% из городской казны, 75% из регионального бюджета. Если область поддержит это решение, в Саровском бюджете в ближайшие два года на возведение спорткомплекса необходимо будет предусмотреть порядка 200 миллионов рублей. Бывший наркологический диспансер снесут уже в этом году. Весной судьба здания активно обсуждалась с саровчанами. Одни хотели, чтобы на месте так называемой пицунды появился детский центр, другие видели здесь парк и место для прогулок. В итоге в ближайшие годы по адресу Зернова 43 появится новый жилой дом. Подробности далее. Компания-застройщик, которая займется строительством дома на месте бывшей наркологии, определилась в конце сентября. В октябре специалист администрации и руководитель компании-победителя подписали соответствующий договор. И к 2021 году по адресу Зернова 43 появится социальный жилой дом. Будет куплено по муниципальным контрактам в муниципалитет и будет передаваться в очередь. 30% жилого территории от этого дома. И предусмотрено, что 20% застройщик обязан построить однокомнатных квартир не менее 27 квадратных метров, не более 28 квадратных метров. И 80% будет построено трехкомнатных квартир. Тоже площадь определена не менее 56 квадратных метров. Высота дома не будет превышать пяти этажей. Цена, по которой администрация выкупит у застройщика жилье для очередников – 34 тысячи за квадрат. Но точное количество квартир пока неизвестно. Да и о стоимости коммерческих метров в этом доме тоже говорить пока рано. Офисные помещения там не предусмотрены. По количеству квартир пока сказать не могу, потому что проект находится только в разработке. На данном этапе сейчас разработается проект сноса существующего здания. Потом будет делаться геология и только потом уже будет закладываться проект и рассчитываться, сколько квартир будет построено. Строительство жилого дома на месте бывшей наркологии активно обсуждали на публичных слушаниях. Горожане задавали множество вопросов, часть которых были проработаны и нашли отражение в концепции проекта строительства. Основная проблема, задача, просьба была горожан, чтобы не создавать пробки с транспортом, которые будут оставлять жители данного дома. Поставлены условия, чтобы количество квартир не превышало количество парковочных мест, которые могут быть организованы внутри двора. Здание бывшей наркологии было признано аварийным в 2016 году. Снесут его уже до конца этого года. Новый дом на этом месте должен появиться не позднее 21 апреля 2021 года. Но застройщик обещает приложить все усилия, чтобы завершить строительство в течение полутора лет. В библиотеке имени Маяковского открылась персональная выставка «Ученый-организатор-лидер», посвященная 80-летию академика Российской академии наук, почетного научного руководителя РФАЦ ВНЕФ Раде Илькаева. В экспозиции представлены журналы, альбомы, книги, издания периодической печати о жизни и научной деятельности Раде Ивановича. Посетить выставку могут все желающие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 23 октября глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник, 16 октября, в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. Саровчан из военно-исторического общества 1945 пригласили на съемки. Увидеть наших земляков можно будет в фильме под названием «Идущий с надеждой», который рассказывает о событиях времен Великой Отечественной войны. Картину снимают в Нижнем Новгороде. Судя по кадрам с места съемок, участники общества 45-й привезли с собой не только форму, но и аутентичные автомобили военных лет. Дата выхода фильма пока неизвестна. Уголовному розыску 100 лет. 5 октября сотрудники специальной оперативной службы криминальной полиции отмечают большой юбилей. Уголовный розыск находится на передовой в борьбе с преступностью. Раскрытие совершенных преступлений, розыск и задержание правонарушителей – главная работа оперативников. О прошлом и настоящем отдела уголовного розыска Саровской полиции расскажем в следующем репортаже. Начало 20 века в стране неспокойно. Уровень преступности растет с каждым днем. Чтобы исправить ситуацию, в 1918 году в структуре милиции создают специальное подразделение. И до сих пор уголовный розыск выполняет задачи по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, собственности и государства. Работа оперативного сотрудника лечит с собой ряд большой ответственности. Сотрудник уголовного розыска должен всегда первым приходить, как бы стоять на первом рубеже борьбы с преступностью. Она, конечно, очень требует большого временного промежутка, в связи с чем сотрудник уголовного розыска редко бывает дома. Екатерина Демидова в полицию пришла не случайно. Девушка выросла в семье военных. Насмотревшись на подвиги своего дедушки и отца, Екатерина, не раздумывая, решилась связать свою жизнь с погонами. В уголовном розыске она отвечает за поиск людей, пропавших без вести. Профессия интересная, работа очень интересная с людьми. Каждая история, она индивидуально, проникаешься ей, пропускаешь через себя. Это, наверное, даже больше негативный фактор, потому что принимаешься близко к сердцу. Анатолий Васильевич Девитайкин – ветеран уголовного розыска. За 20 лет в полиции он раскрыл не один десяток преступлений и поднялся по карьерной лестнице до начальника уголовного розыска. Анатолий Васильевич с особым трепетом вспоминает своё первое задание, которое было связано с кражами из квартир. Серия таких краж у нас длилась на протяжении, ну, больше года, наверное. То есть, как-то кражи совершались необычно. То есть, проникновения были через балконы домов. Если люди уже где-то начали обеспечить себе сохранность жилища и устанавливали железные двери, то это преступник проникал с крыш домов. Сотрудники уголовного розыска всегда находятся в тени. Их редко можно встретить в форме. Такая специфика профессии. Но именно благодаря их, на первый взгляд, незаметной работе, мы с вами можем спать спокойно. Редакция нашего канала поздравляет всех сотрудников уголовного розыска с праздником. Желаем всем оперативникам здоровья, благополучия и спокойной службы. А уже 7 октября своё столетие отметит ещё один отдел полиции, штаб ОВД. 1 октября по всей стране стартовал осенний призыв в армию. В течение трёх месяцев юноши, состоящие на воинском учёте, проходят медкомиссию. По результатам обследования призывник получает определённую категорию годности, на основании которой выносится решение о возможности службы в армии. Этой осенью ряды вооружённых сил нашей страны пополнят порядка 30 саровчан. Начало октября – время X для юношей и мужчин призывного возраста. Будущие солдаты срочной службы ждут своей очереди на приём к врачам в коридоре военкомата. Стандартная процедура осмотра окулистам, хирургам, стоматологам и терапевтам. И до решения призывной комиссии остаётся совсем немного времени. Владислав Кудряшов решил не уклоняться от армии, как некоторые сверстники. Он считает, что настоящий мужчина обязан отдать долг родине. Такой этап в жизни, быть может, что-то переосмыслить, по-другому на жизнь начинать смотреть. Не знаю, он, наверное, армию чему-то воспитывает всё равно. Ряды вооружённых сил России этой осенью пополнят около 30 саровчан. Юноши отправятся служить на военно-морской флот, военно-воздушные силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. По статистике, наибольшей популярностью у призывников пользуется научная рота. Они занимаются наукой там. Они здесь занимались наукой. И занимаются наукой там, разработкой. Приходят, то есть, в принципе, они не отрываясь ни от производства, ни от науки, то есть, занимаются своим делом, чем должны заниматься. После осмотра врачами призывник отправляется в класс групповых занятий. Юноши получают тексты психологических методик и бланки для ответов. Для того, чтобы сложить полную картину о будущем солдате, недостаточно только медицинских данных. Перед службой все призывники проходят профессиональный психологический отбор. Мы проверяем у них нервно-психическую устойчивость, уровень интеллектуального развития, ну и также склонность к тому или иному виду профессиональной деятельности. Продлится осенний призыв до 31 декабря. Метание снаряда, прыжки в длину, бег на скорость и на выносливость. В нашем городе завершились соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». Эти состязания имеют более чем 30-летнюю историю. В этом году в «Шиповке юных» приняло участие более 140 участников из 14 школ. Подробности в следующем репортаже. Арина Агафонова в прошлом году на «Шиповке юных» заняла второе место. В этот раз школьница поставила себе цель стать чемпионкой соревнований. Весь турнир Арина шла впереди своих сверстниц. Но на дистанции 600 метров буквально перед финишем девушку обогнала соперница. В итоге Арина вновь стала второй. Забеги на 60, 500, 600 метров, прыжки в длину, метание мячей. Соревнования «Шиповка юных» призваны приобщить школьников к здоровому образу жизни и выявить талантливых юных ребят. В этом году лучшие результаты спортсменов пойдут в зачет нормативов комплекса ГТО. «Решили интегрировать ГТО в нашу спартакиаду. Немножко вот этот первый опыт. Как пойдет, посмотрим». Всем участникам соревнований вручили памятные дипломы, а победителям турнира – подарочные сертификаты. Осень – пара простудных заболеваний, поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день, и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуда минует вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуговнеев. Там работает выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуговнеев. С 5 по 8 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в НЕФ с 5 по 8 октября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok